ходили мы на выставку с женой лизаветой мир тела выставка это значит посвящена анатомии человеческого тела вся ее фишка в том что экспонатами выступают пластификаты трупов и части человеческих тел пластификат это замена жидкости в телах на полимерный материал выставка состоит 5 блоков экспозиции это у нас первый блок развития плода 2 это скелет и связки дальше идут мышцы опорно-двигательные двигательная система после этого идет сердце сердце и сосуды дальше идет пищеварение выделительная система половая и последний это ну скульптурные экспозиции мозг еще мозг да нервную систему забыли она идет сначала вот сначала мышцы потом мышцы потом мозг если эту выставку рассматривать в контексте научно-познавательной то конечно она полезна для студентов медиков просто для людей которые увлекаются анатомии медициной если рассматривать контексте какой-то нравственной религиозной темы то возможно тут могут быть дискуссии насколько это вообще имеет место быть все было наглядно все было видно можно было фотографировать снимать видео не было трогать можно было не было каких-то запретов был qr-код который можно было скачать по помощи телефона и воспользоваться аудиогидом по каждому вот представленному сгону экспонату первый блок это как или я уже сказал зачатие и развитие плода развивается плод в организме как все выглядит но когда ты сможешь наглядно у тебя совершенно две представления потому что и другие даже эмоции потому что видишь все реально вот в размере который действительно есть не просто картинка и уже уже то есть видно спать можно все разглядеть но чуть-чуть страшно было там детей можно на самом деле я готовилась морально ну дети мне кажется воспримут намного легче потому что они не углубляются будет интерес тем более у меня вот дети очень но одному вот ребенок у меня постарше сынок вот ему страшно к этот привидение а дочка наград это понятно что привидение не бывает дочки три года и понравился она говорит хочу еще смотреть людей без кожи он какая тебе больше всего понравилась экспозиция ну там шпажи стоял хоккеист ну да футболист например тренер по футболу половец да это красивый действительно экспонат понравился мне тоже там вдоль до бедра женщина рассечена и у нее органы значит там видны внутренние еще интересно было тоже вот можно отметить были болезни да описываются какие-то но вот самый известный там инсульт инфаркты рак легких да потом мозговые болезни от геймера да вот что интересно что там показывается как например выглядит здоровый мозг и как мозг больной и действительно то есть ты уже можешь понять как этого как это вообще выглядит да то есть не просто на словах не просто о том что там как в интернете просто описание да а вот именно посмотреть для курильщиков очень хорошо сходить посмотреть эту выставку потому что сразу отобьется желание вообще курить также про сосуды был написан там атеросклероз что это такое я считаю что вот если исключить ну вот это лично мое мнение или я не перебиваю если исключить экспонаты то это замечательная выставка вот органов как это есть на самом деле потому что экспонатами действительно можно поспорить с точки зрения религиозной ну я немножко не могу ну не принимаю окончательно вот такую деятельность ученого насколько это можно вообще делать вот а насчет органов очень даже интересно вот любой любой прогресс любое создание чего-то нового да то есть это как помощь человечеству или же это что-то ну что-то какое-то открытие оно должно нести в себе какую-то цель правильно вот как думаешь какая цель в пластификации человеческого тела если ты не можешь например это если ты пластифицируешь ты не можешь потом его использовать для того чтобы помочь да там другому человеку как-то то есть это не как не замораживание органов которые можно потом применить в хирургии это просто пластификации вот чем она может что она может как бы дать людям вот наглядное представление как это как выглядит твой организм да что еще для чего него будет замечательная идея потом например сделать культ медицины то есть вот когда ты на каждом углу бы видела такие пластифицированные тела ты выходишь документы заходишь мои документы а там у тебя на входе стоит значит футбольный тренер стоит весь такой пластифицированный и ты сразу понимаешь что все заботятся о том чтобы все были здоровы нахождение вот таких пластификатов в каждой школе в каждом детском садике не знаю каждый психиатрической больнице она приводит к исцелению морально-нравственного подъема людей я считаю что главная цель этой выставки угадай в чем сказать фессиундрики нет все таки можно интернете посмотреть и так можно посмотреть и не в интернете и это самое главное посмотреть органы потому что органы доступны у нас кому-то только хирургам и все то есть только медицине все ты не можешь прийти искать а покажите мне пожалуйста почки теперь их никто не покажет правильно где ты их увидишь нигде на картинке только вот что-то напишет в комментариях в комментариях напишите если кто-то бабушка надвое как говорит сказала жена думает что нигде кроме выставки гюнтера фон хайгеса в россии не увидишь почки то есть везде сразу прибегают значит и захоранивают сразу почки а я считаю что есть а вот жена считает что нет хорошо хранятся как какие-то резервные так пластификат не он придумал пластифицировали всегда все просто он придумал пластификацию на в таком виде вот так чтобы это было круто поставили я тебе скажу зачем поставили все эти значит медицинские штуки чтобы потом к прокурорская проверка придет сказали а это у нас для медиков выставка потому что называть научно познавать ну правильно для медиков выставка прям чтобы прокуроры не приставали а в любой другой стране где нормально да со свободой никто не будет прибегать и говорить хороните значит пластификаты в землю да там будет у тебя и корова и лошадь и сексом будут заниматься прям вот эти пластифицированные и там беременная женщина будет на девятом месяце пластифицированной вот если бы все это денежки да не денежки если бы здесь было пластифицированной беременной женщины мой бы поднялся просто безумный ну и чё на значит на 10 баллов сколько выставка из 10 ну конечно 10 баллов но все поняли 10 из 10 все спасибо вот вам что послушали спасибо лизамете вот она вот я надеюсь все таки образуется наконец-то и перестанет бояться того что делают доброе дело из человеческих тел скульптуры потому что чё но бестолку в земле бы валялась там гнило таракан был съедали это тело бесхозные из моды думать на как